здравствуйте друзья мы со светланой направляемся на очередную вылазку по open houses и его света хочет может быть так сказать пару слов что у нас за предприятие сегодня да я сегодня посмотрел что у нас тут в округе имеется на продаже и увидел что сразу несколько домов есть из серии домов это совершенно особые дома и они очень редко бывают на продаже ну несмотря то что их довольно значительное количество имеется чем они интересны это дома были построены как где-то в 50-е годы в основном как такие модерновые дома вот по тому моменту времени эти были дома очень с одной стороны они строились очень дешево то есть они очень дешевые были не не чердака не подвала у них не было они стоят на бетонном слабе на котором что трубы внутри бетона сделаны они очень своеобразные эти дома они после этого 70-е 80-е годы не пользовались особым успехом в силу своей дешевости такой дешевости постройки а вот а сейчас поскольку идет снова такая волна модерного стиля их стали приводить в порядок и продавать и вот это мне интересно само посмотреть как их привели порядок эти дома потому что они свое время когда строили они были очень такие своеобразные там мы сейчас мы сейчас посмотрим там было все фанера я делала вот ночью как привели порядок не самой джозеф эклер айклер был ровесником века то есть он родился в девятисотом году в 1900 году и он прожил 74 года но вот эти дома с 49 года по 66 их строили в калифорнии и в северной и в южной в северной калифорнии есть 9 комьюнити с где их строили и в южной калифорнии 3 и в общей сложности их было построено 11000 и вот ну света 11 тысяч домов ну и вот ну конечно если взять там умножить на три человека то получится что мне кажется да да вот мы едем по улице то вся улица в этих актерах актерах стоит вот так что мы сейчас посмотрим их немножко вблизи а вы соответственно можете если интересно там пойти википедию почитать и там еще что на эту тему на эту тему много чего написано надо сказать вот мы я думаю что нет вот этот продается вот этот камень я сказал тут их целая улица этих домов но вот мы сейчас пойдем вот этот посмотреть у него участок семь с половиной соток 4 спальни полторы тысячи скверфутов площадь дома это не немного но ну ну не так мало вот и хотят они за него полтора миллиона долларов так такая вот история пошли смотреть вы видите друзья что он как бы архитектурно какой-то такой спон там да то есть вот какая-то крыша такая вот и прозрачно все воздушно сейчас мы пойдем посмотрим ближе к делу я снимаю строили именно вот они снаружи у них сплошная стенка чтобы на какой-то правесе обычно задние стенки все у них из стекла да это как бы можно сказать такая территория куда мы попали как бы дворик внутренний да это стекло или там открыто нет похоже что вообще открыто да в общем вот с медик как мы с вами оказались в таком пространстве тут стекло все прозрачно у меня вот когда мы покупали свой дом да у меня не было ощущение что это дом то есть такое ощущение что живешь на улице вот тут ну пойдем посыпать идем внутрь надо сказать что кухня производит впечатление оригинальной ну может быть не совсем оригинальной может быть они вот вот это может быть они меняли но вот стены вот фанюрка вот это я думаю что это оригинальное и окна похоже что оригинальные вот вот эти рамы вот это все это похоже на оригинальные так ну пошли смотреть вот тут такие полочки мы на кухне с вами это довольно старая машинка духовочка все такое с историческим таким уклоном шкафчики видно что старенькая хорошо видно что вот тут я немножко вышел опять в внутренний дворик то дом построен в шестьдесят первом году это мы в гараже находимся гараж на одну машину машинка мойки посуды тоже тоже оригиналь там мокренькая кстати они тестировали они что так вот мы выходим тут ну как бы нет это не дайнинг это не дайнинг слушайте все оригинальное вы видите вещь вот 661 года так здесь можно покушать но поскольку пространство открыто вентим вот попадаем вот камин видимо family room ну как бы room не назовешь но в общем свет что ты скажешь такое все открытое правда так они практически не подлежат перестройки это правда ничего ничего нельзя сделать его можно снести построить заново поэтому эти дома как есть он практически он его в нем сделали только такой нормальный ремонт освежили освежили так это вот bedroom это мастер bedroom он такой мне нравится эта картина это явно стейджинг мне нравится картина слушай такой интересный проход в туалет ты посмотри двери нет он очень узкий он очень не узкий он очень не соответствует ничему да значит мы заходим сюда так бачком тут тоже без всякой двери а это шкафчик у них такой walk-in closet но по тем временам это они наверное отгородили его как-то я даже не не знаю вот друзья я вас приветствую в чужом туалете так значит а вот сам можно сказать туалетик и маленький туалетик и маленький душик вот тут душик да и окна скажи свет ты понимаешь это это окно вот стоит 61 года это окно и она не менялась вот это окно да конечно понимаешь как интересно идем дальше так это шкафчик тут у входа шкафчик с такими с фанерными такими заставочками так идем дальше вот световая такая панелька прелесть вот вот мы идем дальше тут еще один бедрум говорили что 4 бедрума еще один бедрум тут при нем шкафчик вот мы видим вот шкафчик бедрум небольшой но милый тут еще туалетик туалетик такой и тут еще бедрумчик бедрумчик такой детский и должны должны быть просто детская комната еще один тут нет это не бедрум это просто маленькая комнатка вот тут опять же шкафчик тут что-то у них такое поставили я думаю это все стейджинг но комнатка вот комнатка туда кабинетик ух ты машинка пишущая она прелесть какая да ладно о смотрите книжка лежит называется айклер хоум дизайн фор ливинг видите как вот они с картинка книжка лежит про айклер хоум так подойдите мы вышли мы вышли снова на эту патию снова на патию я хочу на улицу выйти пойдем ты мне там расскажешь да просто я хочу чтобы ты мне рассказала о чем вы поговорили с агентом так расскажи вот такой дворик слушай там какие-то плоды это похоже на грейпфруты да так это это как каштан какой-то листья таких большое дерево давайте пойдем посмотрим на плоды вот тут плоды это цитрусовые какие-то плоды много плодов вот они тут эти плоды и вот тут ухты красавцы что творится да ну это больше на участок смотрим вот так вот все это выглядит я говорила что это оригинальный дом да не претерпел никаких изменений да и мне очень интересно посмотреть как люди вообще что они делают с этими домами потому что они не подлежат ремагринга что говорит агент соглашается я говорю что сегодня четыре дома таких на маркете только четыре я не могу вспомнить что ты скажешь вот с точки зрения того что люди хотят полтора миллиона так почти эти дома на большого любителя я бы себя чувствовал некомфортно в доме как будто бы живешь на улице давай немножко так отойду чтобы было видно дом тоже чтобы ты была на фоне дома я бы себя чувствовал некомфортно и в свое было задумано то есть это как бы по определению не нравится такой тип тому что ты его не покупаешь да это у него ограниченный контингент людей которые его покупают откуда цена полтора миллиона это что земля просто тут много земли ну тут 73 это в общем приличный лот а вот ну а потом есть любители вот те любители которые любят теклера да их и целая группа то есть люди не покупают его за полтора миллиона чтобы снести построить что-то нет они будут с ним жить они будут получать удовольствие и вот я смотрю в нем невозможно ничего исправить он такой какой он есть ничего тут нельзя его улучшить по мне немножко странно ты заходишь дом фактически он занимает довольно большую площадь и вот этот вот садик перед дом чисто декоративный вообще такая потеря места в то время когда дом сам полторы тысячи сферфутов и спаленки маленькие все тесненько и узенько и так далее в площадь дома не входит вот этот вот вот это патио внутри нет она не входит она не крытая нет но дело в том что там если идет дождь то там идет дождь то есть еще раз использование места с точки зрения использования места это дом никакой в нем мало площади вот и исправить это нельзя но в шестьдесят первом году может быть дом площадью полторы тысячи это был большой дом но но это очень интересно с точки зрения познавательные вот мы продолжим на можно сказать вот в американских терминах что дом кьютенький на любителя на любителя ну пойдем дальше